МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион в студии Вера Агрушка. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Культурный код нашего общества складывается из многих составляющих, в том числе из того, какие мы книги читаем, какие фильмы мы смотрим. Фильмов и зрелищ. Жители и гости курорта смогут посетить больше патриотических концертов и кино. Хорошо, что мы сюда пришли и посмотрели ножками, потому что из кабинета не всегда это понятно. Ярмарка на Северный и Новый пляжный стадион. Депутаты Анапы провели выездное заседание. Сегодня в продолжении мы также высаживаем семейный парк. Добрая традиция. В День Благовещения Пресвятой Богородицы в Крещенском парке высадили молодые деревья. Детскому саду быть. В Витязево начинается строительство учреждения для дошкольников. По проекту он рассчитан на 240 мест и будет располагаться на улице Горького, 25. Напомним, в этом году с просьбой об открытии нового детсада к губернатору региона обратилась местная жительница во время прямой линии. Стройплощадку посетили мэр курорта Василий Швец и председатель Совета депутатов Леонид Красноруцкий. Также совместно с Анапским межрайонным прокурором Сергеем Чикаровым они побывали на Паралии, где сейчас завершается модернизация водоотводного канала. В этом году во время прямой линии с губернатором Кубани к главе региона обратилась жительница села Витязева. Она представляла интересы сотен анапчан, попросив Вениамина Кондратьева посодействовать строительстве нового детского сада. Округ динамично развивается, однако здесь существует всего одно дошкольное учреждение. Губернатор Краснодарского края пообещал оказать всестороннюю поддержку. Сказано, сделано. Был определен участок под строительство, а сейчас на нем ведутся подготовительные работы. Что у нас здесь по техническим условиям в целом? По техническим условиям все технические условия получены. По теплу сейчас у нас технические условия с модернизацией. Территорию во время рабочего объезда осмотрели мэр Анапы Василий Швец и председатель Совета депутатов Леонид Краснорудский. Будущий детский сад будет рассчитан на 240 мест. Его построят на улице Горького, 25. Принципиально важно выполнить это поручение по проектированию строительства в короткие сжатые сроки. Данный проект мы здесь делаем исключительно благодаря поддержке нашего губернатора Вениамича Кондратьева, жителей наших, их инициатив, потому что они обратились к губернатору, он поддержал. И, собственно говоря, сегодня мы с вами уже находимся в активной стадии проектирования, но не позднее окончания лета, не позднее осени, как я и докладывал губернатору, мы обязаны приступить к строительству. Даже еще и раньше. Поэтому сейчас максимально активизируйте все силы для того, чтобы проектирование закончить в сжатые сроки, получить все экспертизы и уже выходить на строительномонтажные работы. Важно предусмотреть, чтобы здесь были все технические условия соблюдены, возможности подключения. Следующей точкой рабочего объезда стала Витязевская паралье. Совместно с Анапским межрайонным прокурором Сергеем Чекаровым мэр курорта и председатель совета побывали на участке, где сейчас завершается модернизация водоотводного канала. Здравницы и пансионаты заменяют трубы и лотки, чтобы повысить пропускную способность. Работы закончат до конца месяца. По поручению мэра Анапы комплекс работ по восстановлению системы водоотведения организованы во всем муниципалитете. Строительство и расчистка каналов также проведена в Анапской, Красном микрорайоне Алексеевском. В субцехе расчищены городские ливни и приемные коллекторы. Принятые меры позволили не допустить паводковых ситуаций. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. После рабочего объезда мэр курорта и анапский межрайонный прокурор встретились с семьями мобилизованных жителей Витязева. В зале Дома культуры также присутствовали председатель совета Леонид Красноруцкий, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников и военный комиссар Анапы Александр Мельников. Для того, чтобы действительно понимать, какая проблематика присутствует, для того, чтобы оперативно вникнуть в нее, потому что есть очень много пробелов с точки зрения их законодательства, но постараться решить в ручном режиме, постараться решить ваши проблемы насущные. Я смотрю, Василий Александрович, в принципе, в теме отслежу. Он недавно проводил прием здесь со всеми гражданами, которые обращаются. У меня такой же подход. Планов по Витязеву большое количество. Мы сегодня заехали на площадку, где будет строиться наш детский сад с вами. На сегодняшний день мы уже находимся в активной стадии проектирования объекта. Я очень рассчитываю, что летом, не позднее сентября месяца, мы приступим к строительно-монтажным работам. Строит нам этот детский сад не больше года. Поэтому, если, дай Бог, все нормально, то к 1 сентября 2024 года уже наши детвора, после летних каникул, пойдет новый детский сад. Детский сад будет большой, на 240 мест. В диалоге поднимались темы бытовых и жилищно-коммунальных проблем, льготных выплат, поступления в местные учебные заведения. Все обращения взяты в работу. Жители и гости курорта смогут посетить больше патриотических концертов и кино. Программу обсудили на очередном совете по культуре, который провел мэр Анапы Василий Швец. На повестку было вынесено несколько вопросов, а ключевой темой стала нравственная составляющая репертуара городских учреждений. Ежедневные киносеансы, выступления народных артистов, творческие мероприятия. Все это запланировано в программах городских учреждений культуры. Они составлены на несколько месяцев вперед. Скучать гостям и жителям курорта в высокий сезон не придется. Но главное, каждое событие станет примером хорошего вкуса. Культурный код нашего общества, он складывается из многих составляющих, в том числе из того, какие мы книги читаем, какие фильмы мы смотрим. И специально сегодня мы на нашем с вами заседании Совета по культуре пригласили наших коллег, тех, кто определяет репертуар и главного концертного зала Анапы, и нашего крупнейшего кинотеатра, выстраивать работу нашей библиотечной системы. Потому что это все то, что влияет активным образом на, еще раз повторю, на нравственно-культурное воспитание нашей молодежи. В курортный сезон на летней эстраде выступят отечественные артисты Олег Газманов, Елена Ваенга, Григорий Лепс, Шамман, Кубанский казачий хор. А часть средств, собранных с каждого концерта, будет направлена в поддержку участников СВО. Насыщенная событийная программа запланирована и в Анапском кинотеатре «Монитор». Сейчас афиша на 80% состоит только из российских фильмов для семейного просмотра. Достучаться до души человека можно только через искусство, поскольку оно эмоционально. А искусство кино, оно вообще объединяет все виды искусства. И музыку, и танец, и слово. Фильмы идут хорошие. Сейчас очень много патриотического кино, исторического кино. Я могу назвать десяток-двадцать фильмов, которые просто смотрятся на одной дыхании. Нисколько не хуже фильмов, чем из советского периода. Это «Легенда 17», «Движение вверх», «Чемпион мира», «Окарполь», «Шахматисты». Мы очень хорошо работали с нашими шахматными клубами. Даже поединки проводили. «Союз спасения» есть «Сердце Пармы». Вот в прошлом году хороший фильм. В этом году Петр Первич и Мурашка, я уже говорила. Сейчас идет «Праведник», «Мюрнберг», «На солнце вдоль кукурузы». Все фильмы абсолютно патриотические. На исторических фактах созданы. Хорошие актеры, хорошая режиссура. И впервые такое хорошее качество не уступает зарубежным картинам. Мэр Анапы Василий Швец дал поручение Управлению образования регулярно устраивать кинопоказы для школьников из сельских округов, организовав подвоз на автобусах. А посещать залы дети фактически смогут бесплатно по Пушкинской карте. В то же время возрастает интерес молодежи не только к отечественным фильмам, но и к чтению. Должна отметить, что Анапа действительно читающий город. И читают в библиотеках не только жители, но и многочисленные гости, которые посещают его. А также участвуют в интересных конкурсах, викторинах, различных мероприятиях, презентациях, книгах, обзорах и многих-многих других мероприятиях. Ну и, конечно, масштабные всероссийские краевые акции. Библия «Ночь», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Читание Кушкина» и другие. Количество людей, которые интересуются сегодня библиотечным фондом, начинает опять расти. Меньше, чем 25 лет назад, но больше, чем 10 лет назад. Это очень правильная, хорошая тенденция. Нам нужно ее с вами поддерживать, где-то дополнительный импульс придавать, чтобы эта история, она не то чтобы не разрушалась, наоборот, чтобы она только развивалась. Потому что сегодня библиотечный фонд наш, он полностью отвечает всем требованиям и на любой запрос. Начиная от чего-то художественного, фантастического до отраслевых, специализированных, патриотических, православных и так далее видов литературы. Как подчеркнул мэр курорта, необходимо разработать методики для привлечения в читальный зал ребят, которые предпочитают проводить время в интернете. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Из кабинета не всегда видно. Именно так обозначил выезд на места председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий. Вместе с коллегами из Комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, предпринимательства, торговли и промышленности, а также первым вице-мэром Светланой Балаевой, сегодня они посетили ярмарку на улице Северная и пляж на Пионерском проспекте, где планируется строительство нового стадиона. Подробнее в репортаже моей коллеги Ольги Жмак. Ярмарка на улице Северная. Ее территория соединяет две дорожные артерии города, Пионерский проспект и саму Северную. Узнать о планах развития унитарного предприятия, стоящего на муниципальной земле, приехал первый вице-мэр Светлана Балаева и депутаты Комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, предпринимательства, торговли, промышленности и агропромышленной сферы. Руководитель рынка докладывает, сегодня ярмарка развивается в двух направлениях – ребрендинг и реконструкция. Реконструкция у нас в три этапа. Второй – квартал 2023 года. Третий квартал 2023 года – это предусматривает реконструкцию входных групп в части ярмарка – центральной, южной и западной. Потом реконструкция торговых мест у нас. У нас 17 546 квадратных метров – это всего площадь участка, и 5 255 квадратных метров – это занятой площадью. В летние месяцы здесь размещается ярмарка «Привоз». Однако продавцы отмечают низкую проходимость покупателей, несмотря на то, что цены на рынки ниже средних. В планах – реконструкция общественного туалета, оборудование площадей по программе «Доступная среда для инвалидов», монтаж камер под систему «Безопасный город» и приведение – все к единому стилю. Депутаты вносят здесь же свои предложения по улучшению работы. Я бы вам предложил начать с минимумом сурн, которым лет, наверное, 20 уже, хотя бы так. Их красить, конечно, хорошо, но, во-первых, это по антитеррору не подходит, потому что там не видно, что там внутри. И начать, наверное, надо с этого. Вот, как минимум, антитеррористическую защитную. Правильно вы говорите о безопасности и о камерах, это все верно. Но замена… Я бы посмотрел по поводу еще эффективности расходования и реконструкции. Тут вопрос только о том, чтобы эффективно использовать площадь. Тот же самый человек, который заходит сюда купить этот летний палантин себе, тут же пройдет и купит клубнику и пойдет дальше. То есть просто тут правильно выстроить внутри логистические процессы и правильно продать тому же самому потребителю, который за чем-то один пришел. Я с учетом того, что, скажем так, сколько даст нам продажи клубники в итоге, плюсом к вашему доходу и принесет нам в город, и сколько это принесет в дополнительных затрат для города, в том числе, может быть, по другим направлениям деятельности. Может быть, есть более эффективная возможность использовать вот эту часть территории, которая не востребована сегодня. Спикер местного парламента обратился к тем, кто непосредственно работает на ярмарке. Узнав об их проблемах, пригласил руководителя. И часть вопросов сотрудников рассмотрят в ближайшее время. В целом, выезд на ярмарку оказался полезным всем, говорят его участники. Хорошо, что мы сюда пришли и посмотрели ножками, потому что, еще раз говорю, из кабинета не всегда это понятно. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы члены выездного заседания высадили на территории ярмарки саженцы-хвойных, начав таким образом этап благоустройства. Следующая точка – пляжная территория Пионерского проспекта, жемчужина курорта. Здесь необходим порядок в первую очередь. Возникли вопросы по его обеспечению. Судя по всему, это какие-то торговые, нестационарные объекты. Или это земля, частная земля. Ну, так пусть хоть в порядок приведут, но это же как. Люди у нас здесь ходят, гуляют, приезжают, и в межсезонье, в том числе. Ну, как-то поработать. Обсудили и строительство нового стадиона для пляжных видов спорта. Он займет два участка и обещает стать новым центром притяжения, как для местных жителей, так и для туристов. Этот участок 0,5 с копейками вектара. На этом участке будет два футбольных поля. То есть один пляжный стадион с трибунами на 1200 посадочных мест. И второй – просто пляжное поле для пляжного футбола, то есть тренировочное. То есть два футбольных поля. На этом участке будут две волейбольные площадки. Этот объект, который разрабатывает детская и юношеская спортивная школа «Олимп», не капитального строительства. Все оборудование будет закупаться и монтироваться. К модульным зданиям и тренерским подведут необходимые коммуникации. Курортный сезон совсем скоро, и подготовка пляжных территорий идет уже сейчас. Хозяйствующие субъекты должны до начала работы подать заявление и декларации в ГИМС, получить санопидзаключение и провести очистку акватории в целях безопасности. В курортном сезоне 2023 года будет функционировать 137 пляжных территорий. Планируем заключить новые договоры, порядка 12 новых договоров. Также будут созданы новые пляжные территории. В 12 новых договоров входят те территории, которые уже имеют пляжные. Необходимо перезаключение договоров. В настоящее время планируют создание новых двух пляжных территорий. Там результат уже по большей части. Я думаю, что вы уже считаете, что они все готовы. Все пляжи общего пользования, а их 9, на всех 9 должны быть паспорта безопасности. Это то, что касается подготовки. Доложил о подготовке к сезонной руководитель предприятия МУПАКУ, которое занимается очисткой пляжной территории. Каждое утро специальная техника рыхлит песок, за ней следуют работники пляжного хозяйства и вручную собирают мусор. Высокий сезон, уборка проводится несколько раз в день. Готов я, наверное, на все, ну не на 100, но на 99% точно готов. Оборудование, которое у нас стояло зимой, это просеивательные машины, тоже были расконсервированы, проверены и введены в эксплуатацию. Уже сейчас начинается работа. В летний период мы планируем у нас будет режим работы с 4 утра. Мы будем начинать. Результаты по подготовке пляжей озвучат на заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, предпринимательства, торговли и агропромышленного комплекса 19 апреля. Никита Бойко, Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа-Регион. В Крещенском парке высадили молодые деревья. Акцию приурочили к праздникам Благовещению Пресвятой Богородицы и Всероссийскому Дню Беременных. В мероприятии приняли участие десятки анапчан. Семьи с детьми, прихожане храмов, дети-лучики, а также депутаты Законодательного собрания края Николай Морарь и Алексей Аксенов. Небо хмурится тучами, но погода безветренная. А солнце сияет в сердцах анапчан, решивших провести пятницу в Крещенском парке. Здесь пока еще трудятся рабочие, возводят звонницу, купель, амфитеатр. Но вот площадка постепенно полнится молодыми деревьями. Появилась семейная аллея и сегодня к хвойным присоединились новые соседи. Конечно же приятно, что семьи собираются и получаются памятные такие аллеи, семейные аллеи. Ввиду того, что семейные ценности у нас самые основные, которые мы дорожим. А здесь высаживаем прямо такие семейные деревья. И у меня сегодня выпало дерево номер 8, липу посадили с семьей всей. И пятница сегодня особенная. Отмечается сразу несколько праздников – Благовещение при Святой Богородице и Всероссийский день беременных. В высадке приняли участие анапские семьи, мамы, воспитывающие детей. Некоторые из них присоединились к акции вместе с особенными солнечными ребятами. У меня ребенок Лучик. Ряди наши дети Лучики с синдромом Дауна. Я уже знала, что у меня будет ребенок в 12 недель с таким диагнозом. Но я не собиралась, отказывалась. Я очень ее ждала, я говорила, что я ее люблю уже в животике. Ну и мы родились, все нормально, живы, здоровы, слава Богу. Сегодня мы сажали деревья. Высадка деревьев стала мероприятием без преувеличения международным. Ольга русская, Антуан итальянец. Замужем уже 5 лет и свили семейное гнездышко в Анапе. Мы хотим пустить корни именно здесь. Он сказал сейчас то же самое на итальянском. Поэтому, естественно, всей душой откликнулись на замечательное мероприятие, на приглашение. И пришли сегодня. Вива натура! Природа! Ура! Да здравствует природа, говорит Антуан. Здравствует природа, да. Десятки деревьев украсили Крещенский парк, но это лишь небольшая часть всего плана благоустройства. Озеленение будет продолжаться, и на такие акции приглашают всех анапчан. Дорогие друзья, в первую очередь хочу вас всех поздравить с праздником, с благовещением Святой Госпожи Богородицы. Всем, конечно, желаю покрова Матери Божией. И сегодня в продолжение мы также высаживаем семейный парк, поддерживаем эту традицию, как и обещали, в празднике Престой Госпожи Богородицы. Традиция будет продолжаться. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Международный день спорта в Анапе отметили масштабным пробегом. 300 человек победили дистанцию в 3 километра. Организаторами выступили Управление по физической культуре и спорту, мэрия курорта, партия «Единая Россия» и депутат ЗСК Алексей Аксенов. Праздник удался на славу. Смотрите сюжет. Анапа не только международная детская здравница и курорт для семейного отдыха, но и город спортивных достижений. Международный день спорта не мог остаться незамеченным. К этому празднику приурочили масштабный забег, участие в котором мог принять любой желающий. Конечно, приятно, что наш город развивается спортивно, строятся объекты, где возможно заниматься любыми видами спорта. И, конечно же, это результаты, которые достигают наши спортсмены. Максимально вам желаю здоровья, заниматься спортом. Спорт объединяет. Анапское местное отделение партии «Единая Россия» решило все-таки провести и сделать праздник в этот день для молодежи. Привлечь молодежь всех образовательных учреждений нашего города, сделать разминку такую, поучаствовать в пробеге совместном. И как единым фронтом, единой командой поддержать всю нашу молодежь для занятий спортом. Около 300 человек собрались на лаунж-зоне центрального пляжа. Школьники из анапских образовательных учреждений, учащиеся в вузах, техникумах, спортивных школ, прихожане храмов, жители и гости курорта. Молодежь поддерживает спорт, а мы поддерживаем молодежь в ее начинаниях. Пробежимся, разомнемся, хороший пример. Знаем, что молодежь – это наше будущее. А будущее должно быть спортивное, здоровое. В этот день, 6 апреля 1896 года, в греческих Афинах состоялась первая в новейшей истории Олимпиада. И для нас этот день, конечно же, повод задуматься о нашем здоровье, о нашем физическом состоянии и начать заниматься спортом. Участники праздника спорта признаются, стараются придерживаться здорового образа жизни. Чтобы держать себя в форме, быть спортивным человеком. Мне кажется, это дело каждого. Каждый занимается тем, чем хочет. И если пробежка утренняя или еще что-то в плане спортивного чего-то, для здоровья это полезно. Не будет каких-то болезней, ты будешь здоровым человеком. Это мероприятие нужно для того, чтобы мы все после зимней спячки и такого анабиоза, и ничего не делания, все-таки вернулись в русло спортивной, такой активной летней жизни. Уже тепло у нас на улице, и надо двигаться, надо возвращаться в форму. И вот долгожданный старт. 300 человек бегут дистанцию 3 километра вдоль береговой линии. Зрелище поистине завораживающее. Воля к победе и выносливость привели к финишу первым Илью Ваулина. Отличные впечатления. Сегодня очень жаркая погода, когда бежишь. Сзади тебя так много человек подгоняют. Смотришь на море. Я получил удовольствие от того, что победил. Я люблю побеждать. Советую всем это делать. Каждый в своем темпе. Все участники пробежали дистанцию и стали победителями. И с удовольствием делятся впечатлениями. Возвращение супер. Дистанция хорошая. Спасибо всем, кто ее организовал. Очень круто. Дистанция была небольшая. Всем под силу это было пробежать. Очень круто. Спасибо большое. Город Архангельск. Специально приехал в Анапу пробежать этот кросс. Впечатление. Все здорово. Все красиво. Море. Солнце. Приезжайте в Анапу и будете всегда веселее. Всегда здоровы. Спасибо. Международный праздник спорта стал и поводом для награждения городской команды по баскетболу, которые выиграли ЛОКО Баскет. Школьная лига в Южном федеральном округе. Антон Чистяков, Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа-Регион. Верь в себя. В Анапе прошел галоконцерт конкурса молодежного творчества. Победители были выбраны в нескольких номинациях, среди которых вокальное и театральное искусство, хореография, ИЗО. Кто же вышел в финал, узнала наша съемочная группа. Дмитрий, выступающий под псевдонимом Рассен, молодой музыкант, исполняющий авторские песни. В его творческом багаже уже есть трек, полюбившийся многим слушателям. Из пепла – композиция, находящаяся в процессе звукозаписи. Именно ее Дмитрий отправил для участия в конкурсе «Верь в себя», который впервые был организован на нашем курорте. И не прогадал – молодой автор завоевал специальную благодарность жюри и исполнил из пепла на галоконцерте. Участие в этом фестивале дает заряд энергии, потому что мы выходим на сцену и кайфуем, заряжаемся сами от себя. Это очень важно – заряжаемся от зрителей, зрители от нас. И вот такой бесконечный круговорот позитивной энергии. Планы у меня в процессе звукозаписи и обработки сольный альбом. Я сейчас ищу лейбл для взаимовыгодного сотрудничества и, надеюсь, найду, что ищу. В конкурсе «Верь в себя» приняли участие порядка 350 молодых исполнителей со всей Анапы. Это будущие артисты, которые совсем скоро могут зайти на творческий олимп и выступить на большой сцене. Такие конкурсы, как этот конкурс «Верь в себя» позволяют нам раскрыть весь творческий потенциал нашей молодежи, поднять таланты и вывести их в свет, чтобы ребята, те, которые занимаются искусством, песенной деятельностью, другими видами высокого искусства, на начальной стадии, чтобы им помочь реализовать себя. Мы нацелены каждый год его делать. У нас все, мы теперь не остановимся. Мы будем проводить его каждый год. Возможно, сделаем к нему же какой-нибудь проект. Уже именно по современным направлениям, такие как битмейкинг, диджеинг. Сделаем его в виде, может быть, даже какой-нибудь школы на базе именно этого проекта, чтобы у нас была именно такая классическая культура, классическое творчество и такое более современное. Члены жюри определили победителей по нескольким номинациям, среди которых вокальное и театральное искусство, хореография, ИЗО. Для финалистов участие в конкурсе стало шагом на пути к успеху. И, как признались организаторы, своеобразная фабрика звезд будет кузницей и навигатором для поиска талантов. Ольга Жмак, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. На этом выпуск завершен. Напомню, все сюжеты можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова